Всем привет! Меня зовут Сергей. В предыдущих уроках мы разобрали, почему публикация в каталоге может быть полезна и как подготовиться к модерации. В этом уроке мы разберем правила, то, на чем основана модерация. И в качестве небольшого отступления хотелось бы вспомнить, для чего вообще нужны и важны правила. Конечно, самое важное, они обеспечивают безопасность и комфорт для всех участников платформы. Чем лучше себя ощущают пользователи, тем в конечном счете больше пользуются разными сервисами и больше проводят в них времени. А чем больше аудитории, тем счастливее разработчик. Сразу договоримся, что мы не будем в этом уроке читать правила. Их немало, мы не успеем. И они учитывают в себе очень многое, начиная от законов и заканчивая правилами продажи товаров в приложениях. Сейчас мы бы хотели рассказать про основные пункты и показать, что правила на самом деле довольно просты в своей идее и с ними совсем несложно разобраться. Обратите внимание на слайд. Для простоты мы разбили правила на несколько ключевых категорий. И в процессе урока пройдемся по каждой из них. Итак, у любого приложения должна быть политика конфиденциальности, которую пользователю нужно принять до начала работы с сервисом. Этот документ определяет то, как разработчик обрабатывает персональные данные. У приложения должны быть и публичные правила, с которыми пользователю нужно согласиться перед началом работы. Документ, регулирующий эти правила, называется пользовательским соглашением. Отдельно отметим, если в сервисе проводится конкурс с призами, в нем нужно обязательно разместить правила участия в нем. Если же сервис продает товар или услугу, в нем должны содержаться контактные данные продавца и соответствующие правила, регулирующие отношения с покупателем. Подытожив, подчеркнем, что документация сервиса состоит из политики конфиденциальности и пользовательского соглашения. На платформе есть типовые документы, которые подходят большинству сервисов. Однако все же стоит их посмотреть. Если типовые документы регулируют не все вопросы взаимодействия, недостающие необходимо добавить или использовать свою документацию. Не так давно мы публиковали статью в сообществе VK MiniApps, в которой подробно останавливались на вопросах документации, в том числе рассказывали, как правильно знакомить с ней пользователей. На экране вы видите QR-код. Пожалуйста, ознакомьтесь с этой статьей. Она довольно просто объясняет этот сложный аспект правил. Следующая категория – данные пользователей. О политике конфиденциальности мы рассказывали буквально только что, но хотим все же к ней вернуться и подчеркнуть, что главная цель политики, кроме соответствия закону, это защита данных пользователей. Важный аспект работы с данными – это их конфиденциальность и исключение несанкционированного доступа к ним. То есть в приложении нужно не просто содержать политику, но и в действительности следовать ей. В безопасности сервисов посвящен небольшой раздел в правилах, а борьбе с уязвимостями посвящен целый урок в модуле тестирования. Вы можете к нему вернуться, но мы в нашем уроке подробно останавливаться на вопросах безопасности данных не будем. Последний, но не менее важный пункт – это запросы прав и данных у пользователей. Важно запрашивать только те из них, которые действительно используются и необходимы в сервисе. Также важен момент запроса прав. Они не должны появляться при запуске сервиса. Постарайтесь их переносить максимально вглубь на те функции, для работы которых непосредственно нужны эти права. Например, запрос на номер телефона лучше перенести на тап по полю вводу номера телефона в форме, а запрос на геолокацию можно перенести на кнопку «Использовать местоположение». Также важно, чтобы сервис корректно отрабатывал отказ от выдачи прав, либо показывал заглушку с кнопкой для повторного вызова, либо продолжил работать с ограниченными правами. Перейдем к категории «Правил, описывающий контент в сервисе». Конечно, есть некоторые базовые требования к контенту, и они интуитивно понятные, во многом пересекаются с общими правилами ВКонтакте относительно публикации контента. Платформа лишь немного их расширяет, например, явно прописывая ограничения на бранную лексику в интерфейсе приложения. Более интересный. Второй пункт описывает то, что тематика приложения не может противоречить правилам размещения рекламы ВКонтакте. Так, например, в каталоге сервисов вы не найдете приложений, посвященных табаку или алкоголю. Если вы хотите использовать в сервисе контент третьих лиц, пожалуйста, согласуйте это с правообладателем и получите разрешение, иначе правообладатель может обратиться к нам с требованием ограничить доступ к вашему сервису. Есть еще и сервисы, контент в которых публикуют сами пользователи. Как сделать так, чтобы они удовлетворяли всем этим правилам? Выход один. Внедрить жалобы и модерацию, и предварительно познакомить пользователей с правилами публикации, чтобы у них не возникло вопросов по неожиданной блокировке в приложении. Следующая категория правил относится к функциям сервиса, которые тоже на самом деле просты. Мы ожидаем, что пользователи могут запускать приложения в каталоге когда угодно и проводить в них много времени, поэтому важно, чтобы приложение все это время работало корректно и при этом быстро. Также правило регулирует корректное использование ВКапи. Приложение может использовать только публичные методы. При этом допустимо использовать только ключи, полученные из текущего мини-приложения. Сервисный ключ, ключ доступа пользователя для этого сервиса, ключ доступа сообщества, полученного в этом сервисе. По дизайну правил несколько больше, но они опять же интуитивно понятные. Когда интерфейс выдержан в едином стиле, элементы выглядят привычно и находятся на привычных местах, и не перекрывают друг друга, когда понятно, куда нажимать и что произойдет, тогда сервисам приятно и удобно пользоваться. Приложение с таким дизайном мы с радостью рассмотрим в каталог. Мы ожидаем, что интерфейс сервиса будет адаптироваться под размеры экранов разных устройств и отображаться на них корректно. Проверьте также, что все кнопки показывают какой-то результат, даже в негативном сценарии, например, ошибку в снегбаре. Иллюстрируйте в сервисе загрузки и показывайте заглушки в отсутствии контента, чтобы пользователь не подумал, что сервис работает неправильно. Нас часто спрашивают, нужно ли использовать библиотеку VKUI для создания интерфейса. Не обязательно, но мы рекомендуем, потому что она решает задачи адаптивности и привычно пользователям. При ее использовании, пожалуйста, следуйте базовым требованиям стайл-гайда VKUI, чтобы не нарушать привычный пользовательский опыт. Социальные механики – мощный инструмент продвижения и взаимодействия с аудиторией, однако и работать с ними нужно ответственно. Навязчивые всплывающие окна, нецелевые уведомления и массовая публикация додипного контента негативно влияют на опыт не только пользователей сервиса, но и всего ВКонтакте, поэтому правила регламентируют работу с такими механиками. Стоит отметить, что некоторые приложения выдают бонусы за использование социальных механик, например, игровую валюту. Это отличная возможность стимулировать пользователей поделиться сервисом с друзьями, но список доступных механик для нее ограничен. На слайде вы можете видеть социальные механики, за которые можно начислять бонусы пользователям. Переходим к финальной категории – монетизации, но не будем на ней долго останавливаться, а все потому, что в рамках курса будет целый модуль, посвященный монетизации. Кратко скажем, что по правилам виртуальной ценности в сервисах можно продавать только за голоса, а цифровые и физические – только за деньги. При этом к виртуальным ценностям относится все то, что не выходит по применению за рамки сервиса. Внутри – игровая валюта или ценности, отключение рекламы, расширение функций API. К цифровым ценностям относится любой цифровой контент, например, аудиокниги, авторские рецепты, обучающие курсы, а также функции приложений для бизнеса, например, в приложениях для сообществ. Физические ценности еще проще – это услуги такси, доставки, а также физические товары, одежда, продукты. Обратите внимание, что одно и то же приложение не получится монетизировать одновременно с помощью голосов и за деньги. Монетизировать сервисы можно и рекламой, однако правила рекламы довольно просты и точно описаны в документации на портале. Подытожим в конце урока, что мы охватили большинство правил, но не все. Надеемся, что этого будет достаточно, чтобы вы могли смело обращаться к правилам самостоятельно при разработке сервиса, подготовке к модерации и при любых сомнениях.